В США назвали последствия залпа подлодки проекта Борей. Американское интернет-издание We are the mighty рассказало о последствиях удара ракетами с ядерными боеголовками атомной подводной лодки проекта Борей по важнейшим военным и коммуникационным центрам на территории США. Готовы к миру и войне, президент обозначил приоритеты нациобезопасности, Москва выступает за решение проблем путем переговоров, но в состоянии ответить на любые военные угрозы, как отмечают авторы материала, одной субмарины, например, Юрий Долгорукий, вооруженный межконтинентальными баллистическими ракетами, МБР, Булава, будет достаточно, чтобы нанести непоправимый ущерб американским армии и флоту. По мнению издания, лучшая позиция для запуска ракет акватория Мексиканского залива. Ракеты Булава способны оттуда поразить цель на расстоянии до 10 тысяч километров. Таким образом, они смогут достать все важнейшие военные и коммуникационные центры на территории Соединенных Штатов Пентагон, военно-воздушную базу Уайтмен в Миссурии и военно-морскую базу в Кингсбэй на юге Джорджии. Каждая из баллистических ракет несет по шесть разделяемых боевых блоков мощностью 100 килотонн. Общая мощность взрыва составит 9,6 тысячи килотонн в 96 различных пунктах. Причем все ракеты будут выпущены за одну минуту, подчеркивает издание. Уцелеет расположенный внутри горы Шайен штаб Нарад. Командование Воздушно-космической обороны Северной Америки считают в издании, а остальные объекты, включая базу Форт Мид, базу Корпуса морской пехоты США Куантика и бактериологический центр армии США Форт Дитрик и другие будут уничтожены, сообщает телеканал «Звезда». Ранее, 14 декабря, главнокомандующий военно-морским флотом, ВМФ, РФ-адмирал Владимир Королев заявил, что в России ведутся работы по созданию атомных подводных лодок пятого поколения. По его словам, ракетные субмарины стратегического назначения нового поколения, обладающие высокими боевыми возможностями как по оборонительному, так и по ударному потенциалу, в ближайшей перспективе составят основу группировки морских стратегических сил страны. Субтитры создавал DimaTorzok